Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. На защите прав и свобод. 26 июня работники прокуратуры отмечают профессиональный праздник и 94-й день рождения ведомства. Время выбрало их. Они стали легендарными защитниками Родины, солдатами Великой Победы. Многие не вернулись с войны, остались в списках без вести пропавших. Их поиск продолжается. Внук пограничника Семена Максимовича Гриненко, погибшего в первые часы обороны крепости, ищет могилу деда. Отгремели залпы республиканского этапа Зорницы, которая в пятый раз прошла на Брестской земле. Второе место в копилке брестских пионеров. Об этих событиях и не только, а прямо сейчас. 26 июня работники прокуратуры Белоруссии отметят свой профессиональный праздник и 94-й день рождения ведомства. Положение о прокурорском надзоре было принято на третьей сессии Центрального исполнительного комитета БССР в 1922 году. С течением времени менялось название структуры, корректировался список обязанностей. Неизменной оставалась главная задача – защита прав и свобод граждан. О том, чем живет прокуратура Брещен и сегодня, а также о рабочих планах ведомства, наша съемочная группа решила узнать из первых уст. Подробности в первом материале выпуска. В канун праздника по уже сложившейся традиции работники прокуратуры области возложили цветы и венки к вечному огню в мемориале «Брестская крепость-герой». Именно в городе над Бугом было положено начало великой победе. Мужество и стойкость, патриотизм и любовь к родине проявили и прокуроры. Их подвиг не забыт, их преданность делу и земле – пример для подражания. Мне пришлось работать среди прекрасных людей, которые, пройдя горнило войны, вернулись в органы прокуратуры смелыми, мужественными, храбрыми, орденоносными. Вот моему поколению повезло работать с такими людьми, которые так или иначе принимали участие в Великой Отечественной войне. Мы, конечно, отдаем, прежде всего, долг, память и уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны. И у нас сейчас здесь присутствует очень много молодых работников, для которых такое мероприятие очень важно и в патриотическом плане, и в плане того, чтобы мы учимся на примерах ветеранов, как нам жить и работать. В преддверии профессиональных дат принято подводить итоги, которые и определяют направление дальнейшего движения. Не является исключением и ведомство, защищающее права и свободу граждан, прокуратура. Результаты работы за полугодие еще впереди, однако уже сегодня можно говорить об определенной положительной динамике. Состояние преступности в Брестской области на сегодняшний день опасений особых не вызывает. Обстановка находится под контролем. За пять месяцев текущего года удалось добиться некоторого снижения уровня преступности. Особенно не может не радовать снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем еще есть ряд проблем, в том числе по усилению профилактической работы, направленной на предупреждение преступлений. Поэтому мы этой работой занимаемся и будем заниматься впредь. Положительные тенденции – результат слаженной работы профессионалов. Только за шесть месяцев текущего года было поощрено, в том числе и на государственном уровне, около 50 сотрудников ведомства. Среди тех, кто контролирует соблюдение норм законодательства на территории Брещины, подполковник юстиции Алексей Бельдейко. Он служит в прокуратуре уже 12 лет, возглавляет один из отделов. Алексей Александрович уверен, залог успеха в работе – постоянное самосовершенствование. В настоящий момент он получает второе высшее образование и признается, что даже в свободное время не выпускает из рук специализированную литературу. Считает, что для роста молодого специалиста в профессионала своего дела в ведомстве созданы все условия. Каждый прокурорский работник имеет возможность в нашей системе постепенно продвигаться и расти по служебной лестнице. Для этого созданы все условия, в том числе и возможность обучения, переподготовки. Работают очень высококлассные опытные специалисты. Наши ветераны рассказывают, учат нас тому, что они за 20-30 лет работы в органах прокуратуры видели, какие проблемы уже были, как они разрешались. Поэтому очень приятно с такими людьми общаться. Благополучие Беларуси зависит от каждого из нас. Своим добросовестным трудом необходимо внести достойный вклад в развитие и процветание области и страны. Это мнение прокурора Брещины Виктора Климова. В канун праздника Виктор Дмитриевич пожелал коллегам здоровья и сил для ответственного выполнения своих служебных обязанностей. Еще раз хотел бы поздравить всех работников прокуратуры с профессиональным праздником. Пожелать им всего самого хорошего, успехов в работе, профессионального роста. И, конечно, чтобы работники прокуратуры всегда знали и понимали, какая ответственность на них лежит. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. На этой неделе мировое сообщество отметило День памяти и скорби. День, в который каждый из нас вспоминает своих родных, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В каждой семье есть свои герои. Их фотографии бережно хранят, с ними становятся в строй бессмертного полка. И как важно для родственников знать, где похоронены их близкие, пропавшие без вести. Сколь много горя и печали за этими словами. Так думают родные пограничника Семена Максимовича Гриненко, который, обороняя пятую пограничную заставу в городе Бресте, отдал свою жизнь за родину 22 июня 1941 года в первые часы войны. Его место захоронения остается неизвестным и по сей день. Однако внук погибшего защитника Александр Пичугин продолжает искать. Искать, вопреки всему, могилу своего деда, ушедшего в огненную безвестность первого дня войны. Своих сгинувших в горниле войны близких одновременно ищут многие. Архивы буквально завалены запросами. Ныне живущие жены ищут своих мужей, дети отцов, внуки дедов. Все не хотят знать детали и, наконец, найти ответ на сакраментальный вопрос. А может, жив? Ведь для родных слова «пропал без вести» – это давящая пустота неизвестности, которая хуже самой горькой правды. Ведь «пропал без вести» может значить, что остался лежать погибший боец, засыпанный взрывами воронки или окопе, в опорном пункте заставы или на линии границы. Был похоронен местными жителями на поле боя, а после войны перезахоронен в братской могиле. Так случилось и с пограничником 5-й Брестской заставы капитаном Семеном Максимовичем Гриненко, настоящим военным, немогословным и очень любящим свою семью. Именно так отзывались о нем жена Мария Владимировна Зимина и дочь Алла, которые встретили первый день войны в Брестской крепости. Последний мирный день, она так пишет, что чувствовалась очень какая-то большая тревога и напряжение. Это еще усугублялось тем, что за два дня до начала войны ее муж, капитан Гриненко, он был по должности начальником 1-го отделения штаба 17-го Брестского погранотряда. И он выехал на границу в район 2-й комендатуры для проверки боеготовности застав. И они оставались дома одни, когда позвонила ее ближайшая подруга Клавдия Семеновна Михайлова и пригласила их с дочерью прийти в субботу в крепость. Они провели совместно этот день, в субботу 21-го. У Михайловой было тоже двое детей. И она предложила, что зачем вы вечером, уже на ночь глядя, пойдете в город, возвращаться, оставайтесь, переночуйте, а вот в воскресенье снова тут будет хорошая погода, привезут фильм, посмотрим. Однако кино было совсем другое. Начавшийся в 4 часа утра кошмар продолжался долгие 4 года. По словам Александра Пичугина, бабушка не любила говорить о том, что ей с дочерью пришлось пережить в Брестской крепости. Свои воспоминания о тех днях она писала сдержанно и лаконично. Вместе с другими женщинами перевязывала раненых, ухаживала за детьми и стариками, затем плен и оккупация. Дни, проведенные в группе начальника 9-й заставы лейтенанта Андрея Кижеватова, от которой остался лишь фундамент, были наполнены горечью потерь, криками раненых и приторным запахом жасмина и сирени. Не было такой большой паники среди женщин, детей, несмотря на весь адское утро, которое началось 22 июня. Конечно, вот эта неожиданность, внезапность, она вывела абсолютно из душевного равновесия, но не было вот этого безумного метания слез, истерик, куда что делать. В принципе, все действовали достаточно четко, организованно, понимая, что это ситуация. Но все они были женами командиров, мужья их пограничники, каждый раз уезжая на границу, они всегда прощались. Это была такая традиция. Капитан Семен Максимович Гриненко встретил войну на 5-й заставе, через территорию которой проходила так называемая танковая магистраль. Напротив заставы утром 22 июня располагался наблюдательный пункт немецкого генерала Гудериана. Наступление должно было быть образцово показательным. Однако события пошли по совершенно другому сценарию. Самое удивительное и то, что необходимо отметить, сами немцы в своих документах, я работал с этими архивными документами, они специально подчеркивали, что очень упорное сопротивление русских у деревни Челеева, там, где находилась пограничная состава. То есть они сами были, они были поражены, они совершенно не ожидали. То есть это было для них полной неожиданностью. Вот из простых стрелково-пулеметных окопов пограничники в течение нескольких часов сдерживали, оборонялись от наступающих немцев. О судьбе своего мужа она не могла ничего узнать. На все неоднократные многочисленные запросы приходил ответ, что капитан Гриненко Семен Максимович числится пропавшим без вести. И только в конце 1964 года пришло письмо от писателя и следователя истории погранвойск Платонова о том, что ее муж капитан Гриненко погиб на пятой заставе у деревни Челеева. Это письмо Марии Владимировне принесло в какой-то степени облегчение. Наконец, спустя долгие годы она узнала правду. Вместе с ним она потеряла последнюю надежду на возвращение мужа. Позже она с дочерью ответила на письмо Платонова словами. Уж лучше бы вы не писали, ведь мы ждали, надеялись, что вернется муж и любимый папочка. Велико наше горе, но это радость и гордость жены и дочери за мужество и стойкость в бою дорогого и близкого нам человека. У каждого мальчика впечатление, значит, о деде, который тем более был кадровым офицером. Ну, понятно, что это какой-то герой, герой былинный. Вот, ну, понятно, что это очень высокий авторитет. Так что я, конечно, всегда гордился своим дедом. Сегодня вопрос о братском воинском захоронении пограничников, погибших 22 июня 1941 года у деревни Челеева, остается открытым. Документ о захоронении погибших в первые дни войны при обороне пятой заставы имеется. Среди них Семен Максимович Гриненко. Позже выяснилось, что могила была перенесена сначала в Матыкалы, а затем в Чернавчицы. Не исключено, что прах Семена Гриненко и других погибших пограничников находится именно там. Искать могилу деда Александр Пищугин приезжает в Брест уже не первый раз. В этом году свой приезд он приурочил к 22 июня. Ночью, стоя у Тереспольских ворот, он на минуту почувствовал, что пришлось пережить его родным в роковое утро 41-го. Утро полное скорби, а сегодня и памяти. Это было очень сильно. И вот это вот, ну, останется вот это чувство, это впечатление на всю оставшуюся жизнь уже. Я постараюсь привезти сюда своих внуков и вложить, передать вот это вот чувство им, чтобы это продолжилось. Уважаемые телезрители, Александр Пищугин, внук пограничника Семена Максимовича Гриненко, отдавшего свою жизнь за родину 22 июня 1941 года, а также добровольные помощники в его поиске, обращаются к вам с просьбой сообщить любую информацию, связанную с братской могилой пограничников, в Челеево-Матыкал и Чернавчице. Возможно, вы сами были свидетелями этих перезахоронений или знаете кого-то, кто был очевидцем. Возможно, знаете старожилов в Челеево-Матыкал, Чернавчиц, которые могут что-нибудь рассказать об этом. Важна любая мелочь, любая даже косвенная информация. В связи с изменениями в Беларуси подходов к планированию проверок ежегодным ростом количества плательщиков, все актуальнее становится переход к созданию электронных систем мониторинга за уплаты налогов, которые позволят осуществить оперативный контроль, направленный на выявление схем ухода от налогообложения на стадии приема налоговых деклараций. Одна из новаций этого направления – создание системы электронного документа оборота счетов фактур по налогу на добавленную стоимость. Что это за система и как она будет работать? На эти и многие другие вопросы отвечали налоговые инспекторы на обучающем семинаре. 1 июля в Беларуси начнет работу система учета электронных счетов фактур. Нововведение рекламентировано законом Республики Беларусь. Данное ноу-хау затронет порядка 130 тысяч плательщиков НДС в Беларуси, в том числе и Брещан. Это нужно принять и не сетовать на трудности, говорят налоговые инспекторы. А для того, чтобы новая система не повергла в шок, проводят обучающие семинары. Прежде всего, следует понять, что информационная система учета счетов фактур разработана в виде единого портала и представляет собой программно-технический комплекс, который позволит значительно упростить процесс выставления и получения налоговых счетов фактур в электронном виде. Так что же это такое электронный счет фактура? Электронный счет фактура – это электронный документ, который будет подписываться электронным ключом, который в ней располагают плательщики налоговую на добавленную стоимость, потому что они уже подают декларацию в электронном виде. Это электронный документ, они будут подписываться электронным ключом, и это будет документ, контролирующий полностью оборот НДС в Республике Беларусь. Что исключит в дальнейшем такое явление, как финансовая же компания, и будет застраховывать наших плательщиков от ошибок определенных при исчислении налога на добавленную стоимость. Электронные счета фактуры не только будут контролировать НДС, и пока еще на данный момент они не будут заменять в полном объеме те бумажные документы, которые создаются нашими плательщиками. Прозрачность в налоговом администрировании, ускорение процесса обмена информацией и организации документа оборота предприятия, сведение к минимуму вероятность ошибки плательщика – это несомненные плюсы, нововведение. Представители бизнеса 27 стран Евросоюза в том числе назвали главным преимуществом полное электронное взаимодействие в цепи поставок товаров и услуг и, как следствие, повышение эффективности бизнеса. Данное нововведение в Республике Беларусь информационной автоматизированной системы учет-счет фактур является естественным и логическим шагом для перехода к цифровой экономике. Тем более, уже этот опыт работы существует в более 50 странах мира, в том числе и в странах Евразийского экономического союза. Информационная система позволит нашим белорусским плательщикам более прозрачно вести бизнес и отслеживать непорядочных контрагентов. В налоговой инспекции по Московскому району областного центра говорят и еще об одном плюсе данного нововведения. Снижается вероятность включения в план проверок тех, у кого по результатам камерального контроля не будет выявляться нарушения по НДС. Многие предприятия уже постепенно начинают понимать эти преференции пока еще на стадии изучения. Тем субъектам в хозяйстве, являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость, необходимо учесть, что в момент введения, то есть 1 июля 2016 года, электронный счет фактуры по НДС будет являться основным документом для принятия налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, не являясь при этом первичным учетным документом. Я думаю, что упростит, потому что, в принципе, налоговая может посмотреть, если мы, допустим, показали, какие у нас исходящие, им какие-то возникли вопросы, не дергая нас, они могут проверить, исходя из того, что мы показали электронные счета фактуры. Это, конечно, проще, я считаю. Если есть образец, форма, мы вносим, я вот уже посмотрела по электронке, и, в принципе, меня все устраивает, то есть и понятно, и без всяких проблем. Значит, не надо строить себе какие-то пороги, устраивать? Нет, абсолютно нет, просто работать, и все, это та же работа. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, специально для итоговой программы. К другим темам. Республиканский этап «Зарницы» в пятый раз состоялся на Брещене. Инициатива собрала на одной площадке самых активных и спортивных юных жителей Синеокой. В обновленной Белорусской республиканской пионерской организации эта военно-патриотическая игра проводится с 1998 года. Общий ее стаж более полувека, но интерес не угасает, и каждый очередной старт – это новые победы, новые имена и новые планы на будущее. За одним из этапов «Зарницы-2016» понаблюдала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. На протяжении недели шесть команд, представители областей и города Минска вели настоящие бои за лидерство. Каждый день проверка на прочность и находчивость. Творческие, спортивные и военизированные конкурсы были призваны выявить самых подготовленных пионеров. Эту же задачу решали и условия проживания. Далеко не каждый современный ребенок знает, что собой представляет военно-полевая жизнь. «Зарницы» восполняют пробелы в знаниях и опыте. Хотя и нельзя назвать это полным погружением в реальность. За тем, чтобы все прошло хорошо, зорко следят и организаторы игры, и партнеры, представители 38-й отдельной мобильной бригады. Мы хотим, чтобы ребята были спортивными, здоровыми, чтобы они умели защитить себя, свою семью, свою страну при необходимости. В состав команды или по военному отделению входят 10 человек, 6 мальчиков и 4 девочки. У каждого своя специальность и круг обязанностей – от командира до санитара. Несмотря на юный возраст, а участникам игры 13-14 лет они демонстрируют завидное упорство, хорошую физическую подготовку и нацеленность на результат. Ребята признаются – к игре готовились заранее и мечтают о победе. Я решила принять участие, потому что мне нравится военная тематика. И я думаю, я хочу, чтобы мы заняли достойное место, показали все то, что мы можем. Я первый раз приехал сюда. Я хотел получить удовольствие от этого, победить, ну, более подружиться с кем-нибудь, с другими областями. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в мемориале «Брестская крепость-герой». По мнению организаторов, сама земля здесь воспитывает, прививает чувство гордости и ответственности за Родину. Одно из важнейших направлений деятельности Белорусской Республиканской Пионерской Организации – это гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Здесь, как никогда, ребята проникаются этим духом и впоследствии своим же единомышленникам передают это чувство любви к Родине. Победителем «Изорницы» образца 2016 года стала команда «Неман», представляющая столицу Беларуси – город Минск. На втором месте оказались «Брестские пионеры». Третью позицию финального пьедестала почета занял «Арсенал» сборная Гродненской области. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сейчас о других событиях. В городе Малорита прошли областные соревнования санитарных дружин. За звание лучшей состязались 19 команд-победительниц региональных этапов. Участники проходили проверку оснащения и умение им пользоваться. Отрабатывали комплекс задач в условных очагах комбинированного и химического поражения, а также в очаге инфекционного заболевания. Традиционно организаторами мероприятия выступили областное управление по чрезвычайным ситуациям, Центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Управление здравоохранения Брестского облсполкома, а также областная организация Белорусского общества Красного Креста. Оценить действия команд на всех этапах смогла и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. На их плечах не женские сумочки, а несколько килограммов табельного оборудования. Они умеют быстро сделать искусственное дыхание или наложить шину. Их действия точны и слажены. Главная задача – прийти на помощь в первые минуты чрезвычайной ситуации. Все это о представительницах санитарных дружин. Некоторые из них участие в соревнованиях принимают впервые. Например, команда предприятия «Тышковичи Агро» Ивановского района. Ее представители отмечают, что этот конкурс – отличный способ проверить свои знания на предмет оказания первой помощи и узнать, готовы ли они к работе в экстремальных условиях. Очень важны такие мероприятия. В первую очередь, даже если это не чрезвычайная ситуация, а в мирное время, утопающий, еще какой, это если нету таких навыков, все, человек умер. А тут, либо сам дружиниться, не сам дружиниться, если есть практика, знания, умения, то поможет спасти человека. Маркетологи и бухгалтеры, ветеринары, инженеры, логисты и диспетчеры. Статус участников соревнований разнообразный, не имеющий отношения к медицине. Соревнования для них – это возможность приобрести полезные знания, которые могут пригодиться и в обычной жизни. Такого мнения придерживаются постоянные участники – победители республиканского этапа конкурса санитарных дружин прошлого года, представители открытого акционерного общества «Псисофабрика Дружба». Некоторые из них на личном примере убедились – польза от участия в конкурсе есть. Конечно, навыки остаются. Да, в прошлом году муж получил травму в быту, я смогла оказать ему первую медицинскую помощь до того, как ему наложили швы. Как правильно повести себя в очаге химического поражения и как помочь пострадавшему, оказавшемуся в эпицентре инфекционного заболевания. Наконец, каковы правила погрузки пораженного вирусом человека на транспорт? Это лишь малая часть этапов соревнований, которые отрабатывали участники, опираясь на свои теоретические знания. Каждый хочет, вне сомнения, конечно, войти в призеры, показать, что он может и как он может. Но и это отрадно. Действительно, даже элемент оказания первой медицинской помощи, работы в очаге поражения соответствующего, оказания помощи, допустим, тонущему человеку. Это же очень важный момент на сегодняшний день. И когда как можно больше людей владеют этими навыками, тем, конечно же, лучше для нашего общества. Лучше по итогам соревновательной гонки была признана санитарная дружина частного унитарного предприятия Савушкино Малорицкого района. Второе место завоевали победители прошлого года сан-дружин Абрановичской птицфабрики «Дружба». Почетная бронза досталась сотрудникам предприятия «Ивацевич-Древ». Впереди у чемпионов республиканский этап конкурса санитарных дружин, на котором они вновь, без сомнения, достойно представят Брестскую область. В Туе Драгобецкая, Дмитрий Хрущик, Дмитрий Лазарчук, специально для итоговой программы. На протяжении нескольких дней в Бресте проходил чемпионат БФСО «Динамо» по служебному многоборью среди сборных команд государственных органов в рамках международных соревнований пограничных ведомств государств-участников СНГ. Три дня представители силовых подразделений демонстрировали свой высокий уровень подготовки в рамках выполнения нормативов по служебно-прикладным видам спорта. О том, как это было, наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Академия, МВД, Государственный пограничный комитет, Комитет государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Пограничная служба, Комитет национальной безопасности, Республики Казахстан. Представители названных ведомств в эти дни встретились в областном центре. В очередной раз гостеприимная Брестская земля принимает традиционные соревнования. Спортсменам-силовикам предстояло продемонстрировать специальные навыки, необходимые при выполнении служебных задач. Это очень важная тема, вообще важная тема в Содружестве независимых государств. И пограничники очень этой теме выделяют большое внимание. В планах работы нашей в каждый год мы включаем очень много различных состязаний. А что касается служебного многоборья, для нас это вообще профильный вид, поскольку очень важно уметь стрелять, очень важно бегать, это выносливость, и уметь преодолевать водные преграды, это плавание. Белорусская команда – очень сильная команда, действительно, там много мастеров. У нас тоже не слабый кадр, но, как говорится, соревнования покажут. На старте семь команд. Каждая из них имеет все шансы войти в число призеров соревнований. Ведь прикладные виды спорта для представителей служб в погонах – не хобби или увлечение. Бег, стрельба, плавание – все эти профессиональные навыки являются обязательным элементом подготовки военнослужащих. Вид спорта является служебно-прикладным видом спорта. Все силовики области, не только области и СНГ, популяризируют этот вид спорта, потому что здесь проявляются и скоростно-силовые качества, и меткость всех наших силовиков. Одно из испытаний – плавание на дистанции 100 метров – проходило в стенах Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта. В соревновании приняли участие и девушки, и юноши, которые в интервью нашему каналу признавались, что борьба в этот раз насыщенная и интересная. Ежегодно уже сложилась такая традиция, данное соревнование проходит в Бресте, в гостеприимном городе Бресте. Они проходят в достаточно упорно, бескомпромиссной борьбе. Показал и первый вид соревнований стрельба и стабильного оружия, и плавание. С прошлого года я добавил 3 секунды, это свой личный результат я поставил здесь. Плюс мы готовились на маленькой воде, это на 25 метров. Сказалось, в данном случае большой бассейн, 50 метров немного сложнее, глубина, ну и расстояние. Немного было сложнее, но мы в целом справились. Надеюсь, что в следующем году мы будем ставить свои результаты и будем догонять ваших ребят. Конечно, быть исключительным победителем во всех этапах соревнований непросто, но в этом и суть проведения подобных совместных спортивных чемпионатов. Сойдясь в поединках с представителями разных силовых ведомств, каждый из этих спортсменов может выработать свою, новую, индивидуальную стратегию подготовки, чтобы уже в следующий раз ставить на Брестской земле новые рекорды. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Вы смотрели итоговую программу «Бук-Информ» и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бук-Информ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте book.tv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте телекомпании book.tv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 26 июня на большей части страны в основном сохранится влияние антициклона, уходящего на юг России. Сохранится жаркая погода без осадков. Ветер южный, умеренный, при грозах парыристый. Температура воздуха минимальная ночью 20-22, максимум дневной температуры 32 градуса. 27 июня погоду будет определять активный атмосферный фронт, который переместится с территории Польши. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений северо-западной ночью сменится на северный умеренный днем. 20-22 градуса температурный фон ночи до 24 градусов в дневные часы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова